После первой встречи, но может быть самое удивительное, что эту встречу обслуживает тот же арбитр, который присудил матч сборных Канады и России, Грексон. Терри Грексон, вот он на ваших экранах, наверное сейчас самый популярный, в кавычку, среди наших болельщиков в хоккее. Ну что ж, матч начался. В белой форме их хозяева, сборная СССР, первая их атака. И сразу скажу, что ворота защищают. У американцев Майк Рихтер, у канадцев сегодня Мартин Бродер. Вы помните, что Джозеф в первом матче? Ну вот сразу немножко тут Линдров, 8, 8, мой номер. Но пока вот первая подтасовка идет. Вот как настроились на эту встречу. Американцы и Канадцы. И на другом конце поля тоже сейчас готовятся. 22-й у канадцев. Это Клод Левье. Вот, смотрите, это одна пара. Важно сейчас, видимо, устоять. Ну, вошли в клич, наверное, сейчас все закончится. Нет, смотрите, 17-й номер. Скачук. Кей Скачук. Да, арбитр. Но это какие-то правила. Национальные хоккейные лиги, они принесли на Кубок мира. Что сутья пока не вмешивается. Но какие-то сейчас будут, конечно, сразу выводы. Но выставляете, это первые пятерки. Итак, кто же сейчас был на поле? Не играли, а дрались. В составе Американцы. Второй номер это Брайан Лич. Третий, Девен Кэтчер. Двенадцатый, Фил Герен. Семнадцатый, Сей Скачук. И двадцать девятый, Жоэль Отто. Вот такая была первая пятерка в воротах Майк Рихтон. У канадцев. Скотт Стивенс, четвертый номер. Клод Левье, двадцать второй. Тридцать седьмой, Эрик Дежарден. Это защитник. Пятьдесят пятый, Кейт Примо. И восемьдесят восьмой, Эрик Линдров. Другий вратарь Мартин Бродер. Сыграли двадцать секунд. Сколько сейчас будет удалений? Посмотрим. Ну вот сейчас мы смотрим это повтор. Да, семнадцатый все-таки Ткачук. Видимо дал понять. Причем вы представляете, Линдров ведь играет за командой Филадельфия Флайер. И здесь много у него поклонников. Ткачук из Винни Бега. Не обижал, не ожидал. Сборная России победила 74 Словакова. То есть все-таки у нас есть два очка. Команда, занявшая второе место, у нас в этой группе, в которой, в этой команде, которая сейчас играет, будет играть команды, занявшие третье место. Команда Германии. То есть вот, теперь команда Германии ожидает, кто же будет второй группе Американцев. Вединили составы. Команда, вединили составы. she's got the Не точный был паз Сейчас так, как Да, вы знаете, вот Смешное удаление получилось Остались Видимо У американцев 12 номер находится на скаме для оштрафованных Но они в пятером играют, канадцы в четвером Хотя Клод Линье На скаме для оштрафованных И 12 номер у американцев Вил Герен И по-прежнему 5-4 соотношение Ну не просто разобраться, знаете, в общем Первоначально было одно Объявлено, потом какие-то поправки Ну во всяком случае мы видим 5-4 сейчас соотношение Канадцы в полу Остались Грецкий большой полет, хороший пас на пятачок И вратарь, знаете, так машинально Отмахнул клюшкой А шайба поднялась вверх И затем он ее поймал Ну по-прежнему 5-й номер Ну постепенно мы будем вспоминать всех звезд НХЛ, которые сегодня на льду Практически все лучшие сегодня играют Ну исключая игроков Российских, шведских, финских Вместе с Грецкий играет 25-й номер Дамфус 18-й Линден И Уэн Грец Вот такая тройка Канадцев Опасаются американцы А уходят назад Своей синей линией Дамфус шайбой Линден, Дамфус А уже Грецкий был на пятачке Но шайба до него не дошла Неудачно отбросили Активный два защитника Здесь же Артен 37-й номер Вот он вступил в борьбу На месте правого защитника И 14-й Флори Появился на льду Аплодисменты врата Почти 4 минуты Немного меньше Ну и еще два игрока На скаме Даже на пол Первая атака американцев Хороший проход Бросок был в ближний угол Еще можно бросить Сборная США в атаке Ну я говорю Когда американцы Подразумевают Конечно сборную США Хотя канавцы тоже американцы Сборная США врата Смело Второй номер Пошел в борьбу Второй номер Это Лич Брайан Лич А Личик Паула Буре Кот-Янг стал заметен, 21 номер. Бросок, это даже пас, прекрасная комбинация. Только я хотел сказать, что американская сбора США прибавила в обороты, быстрее стала играть. И великолепная комбинация, 1-0. Вот Милсон, тренинг сбора США. В такой сумотоке всегда несколько прямолинейно действуют американские хоккеисты. А вот в этой ситуации просто великолепно. Посмотрим сейчас еще раз. Можно было и бросать, а наконец сделать точный пак. Восьмой номер, великолепный пак. Брайан Смолинский делает точную передачу и счет становится 1-0. Джон Леклер, Джон Леклер открывает счет. 1-0. Сказалось бы, Канад навязывал игру, так по хозяйству себя вели на площадке, а так уже проигрывает 0-1. Боже, США быстро проводила атаки. Три атаки, за его хорошие. Алис Грасс отправил шайбу в свою бюлзону. Да, в общем, ну, словно, США сегодня союзник скорость. Игра высоко поднятой клюшки играет. Остановленная игра. Десятый номер. Джон Леклер. Джон Леклер играет за Филадельфию. Ну вот, представляете, какая радость местных болельщиков? Кто-то, когда объявили, что он забросил шайбу, так вздревел стадион. Еще раз смотрим, но пас прекрасный. Это вот стиль вообще советского хоккея. Ну и какая передача. Розыгрыш шайбы до верного точного броска. Да, интрига закручивается. Ткачук, может быть, недаром покинул стадион. Затеяв вот на первых секундах протасовку, сборная США сбила как-то. И, в общем, теперь же ведет счет. Эх, пожалуйста, назначитель Грэнди. Для Жорде нас продолжаем вперед. Сняю составы Канады. И сборная США тоже самое. Да, пожалуй, по-быстрее вы найдете. Да, сейчас, сейчас за это покидает поле. Футе увидел, как замешкнутся. Вот еще и подтолкнул туда, просто выбросил. Но Футе за этот прием получил две минуты. Но эффектно. В сборной США сейчас преимущество численное. Лич подключился, мне получил базу. Лич под старый, но с другим. Вот сейчас, слушай, вы. Хорошая передача на пятачок. Еще одна. Да, сегодня будет нелегко, Канад. Это был пас. Хетчер Кевин отправлял шайбу к воротам. Но там две кружки поставили были. И, видимо, первым шайбу был значимый, поэтому сбрасываем ворот Маркина Бродера. Девятнадцатый, номер. Гуай. Дугу гуай. Уже, уже, шайба вышла. Горит. Восемь минут, сыгранных в первом периоде. Один-ноль, впереди сборная США. Еще 20 секунд. Еще 20 секунд. Еще одна травма. Что же там получилось? Шайбы, что ли, попали в лицо? Как-то нервозно, да? Нервная игра идет. Еще одно удаление. Повезли. Здесь дело даже не в шайбе. Игрок сборной США удаляется. Леклер, как раз тот, который забросил шайбу. Восемнадцатый, это Линдер. Вот он играет рядом с Грецким. Смотрим, что получилось. Да, это толчок на борт. Атака игрока, не владеющего шайбой. Толчок двумя руками на борт. Ну, две минуты, две минуты. Оля Клера. Семнадцать секунд. Еще в футе. Будет находиться на скамье для оштрафованных. Сейчас пока по четыре полевых игрока. Восемь с половиной минуты игроков в первом периоде. Ну, матч идет интересно. Я не знаю, ощущаете ли вы нерв от этой встречи. Но он есть. Восемнадцатый, 20-й, 20-й, 20-й. Восемнадцатый, 20-й, 20-й. Восемнадцатый, 20-й, 20-й. Восемнадцатый. Восемнадцатый, 20-й, 20-й. Каза, увольнь, 20-й, 20-й. СПОКОНОСОМЕНТОРОЙ ЧАСТА. Субтитры делал силовый прием Кофе вышло Бросок Какой мощный бросок Ряд у нас штанг и шайба прошла Линдров отзвили Арбитр спокойно Рассмотрел на это Форма США Линдров остался на льду Линдров Крест Линдров Крестки И Автокол От клюшки защитника шайба Влетела в ворота Крестки делал передачу Линдрову Пустил защитник поставить клюшку Но увы Она от его крючка От этой клюшки Влетела в ворота 1-1 На счет Грестки Конечно запишут Еще раз посмотрим Как это все было Влетела в ворота Крестки Набирает скорость И там У дальней штанги Видите Расположился Линдров Но здесь защитники Вдвоем были 1-1 Тишина в зале полная Ну конечно ректор Ветела в ворота Затиста шайба На счет Грестки Знаете во всех газетах Когда пишут про Грестки То обязательно есть эпичер Грейт Грестки Великий Грестки Сейчас он будет играть За Сент-Буис Сент-Буис блюз команд 35 лет ему Да он Он был в Сент-Буисе Но дается сейчас данные Дается за сезон 95-96 Но он уже перешел Нью-Йорк Рейнджерс Точно уже было сообщение Но принято Видимо Вот во всех протоколах Указывается клуб За который Играл В прошедшем сезоне Хоккеист И у всех Абсолютно у всех Видимо Считается игрок Уже нового клуба С первого официального матча Вот видите Он первый В истории НХЛ Преодолел этот рубеж 200 шайб Линдрос Канады поактивнее сейчас Не просто Линдрос Столкнулся Прошел шайбой Пас защитнику Тот не удержал Дезарден шайбой Линдрос Линдрос покидает площадку Смена идет Канадцев Смена Кофи Седьмой номер 99-й Грецкий 52-й ФУТ 25-й Там ФУС Грецкий шайбой Да нельзя туда шайбу Варить Теперь Кофи вошел Как быстро Кофи Подключается К атаке Переводит шайбу В зону соперника ФУТ Проиграл борьбу Молодец Сейчас заходит Неожиданно упал Вратарь Леклер Крис Чилиус С подсидимым номером Знаете, вы можете вообще американцев Именно в США Считаешь, что Чилиус Ну, пожалуй, самый популярный Хоккеист Он по сидимым номером Крис Чилиус Опытный защитник Хоккеист Стр weeks Корректор Симфор 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 Музыка Симфор Отречья Напишено было Крис Дактер Он работал Поискредки Преимущество у канадцев. Пока вот такое. Территориально, я бы сказал. Ну, а счет равный 1 на 1. Нидермайер Шайбель. Марк Месье. Ну, еще одна фигура. Один сын номер. Вот сейчас он с шайбой. Опытнейший тоже хоккеист. Звезда НХН. Марк Месье под один сын номером. Ох, как неудачно сейчас вратарь отбросил. Обошлось. Месье подбирает шайбу. Восемь шесть сантиметров. Весит 93 килограмма. 35 лет. Месье поднимет шлем, увидел, что не так много волос у человека. Шесть минут и шесть секунд до окончания первого периода. Как хорошо он играл. Технично. Вот здесь вот, если бы он поехал к центру. А мне кажется, была у него возможность такая. Раздвинули линдеров, двигали ворота защитники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова